Всем привет! К сожалению, очень-очень мало времени на этой неделе, чтобы записывать какие-то видео на те темы, которые я, в принципе, запланировал на эту неделю. Надеюсь догнать на следующей неделе, хотя на выходных тоже буду, в принципе, забронирован. Моя силушка богатырская зарезервирована для переезда сестры в деревню или какое-то, в общем, очень близкое место к Франкфурту. И по этому поводу я, наверное, сделаю вилог, который вы сможете увидеть на следующей неделе, если я его, конечно, сделаю, если там будет что-нибудь интересное, кроме как потаскать всякие вещи. Но, может, просто интересное будет место рядом с Франкфуртом. Франкфурт, в принципе, огромный город в Германии, очень вроде как красивый, если набрать в гугл-картинках, можно много чего заметить, увидеть. Но, тем более, будет интереснее, как там вот в пригороде дела происходят. В том числе, iHerb в этом году фактически, я думаю, что получается, пока 254 доллара мы набрали. 188 долларов, вот я сейчас смотрю, они уже доступны. 66 долларов они под вопросом, ну, стандартная профилактика или процедура у iHerb, когда они проверяют, фактически человек не возвратит ли назад то, что заказал и прочее, прочее. Короче, 66 долларов еще под вопросом, это 254 долларов в общей сложности. Всего нужно 300 долларов, чтобы я получил вторую выплату и полностью ее, как и в прошлый раз, на какие-то благотворительные цели употребил тоже. В этом плане буду рассчитывать на ваши предложения. Можете уже их, скорее всего, писать, потому что я сделал тоже видео и я сделал заказ сам на iHerb уже давненько. Это видео было доступно всем, кто поддерживает меня на Патреоне, но вот на следующей неделе я его запущу в общий доступ и можно будет посмотреть, что я заказал. Заказал я на 44 с чем-то евро, ну, пускай будет 45, да, 45 сделаю. Проблема в том, что если я хочу заказать что-то на iHerb через свой аккаунт, то я не могу это оплатить иначе, чем деньгами, которые у меня доступны через, соответственно, вот этот мой код, да, то есть я потратил деньги, которые, соответственно, мы набирали, да, но совершенно открыто об этом говорю и уже все, кто должен был знать об этом, знают, да, 45 евро я, конечно же, добавлю к тем 300 долларам, которые получу как выплату, то есть без проблем, да, в итоге будет сколько? 250, по-моему, да, 250 евро в первом транше меня перечислили, вот с этих 300, с вычетом всех, там, чего они берут, 250 евро мне выплатили, и я добавлю, соответственно, 45, все это компенсируется здорово, и почти 300 евро будет, уйдет на благотворительность, это, конечно, здорово, просто здесь сразу хотел заметить, пока, не знаю, вот следующее видео выйдет, я не уверен, что кто-то сообразил бы, что, погоди, тут ты заказал iHerb из какого аккаунта, если случайно не те деньги потратил, да, да, я потратил те деньги, да, и вот заранее об этом говорю, может, кто-нибудь заметил, да, да, но такая деталь, не совсем, конечно, все равно, что вот сейчас в велоспорте, да, новости такие, я сейчас глянул, Виггинс, там, расследование по его поводу закончено, да, ну, у человека астма в сложнейшей форме, конечно, можно поверить, можно понять, а потом и Кончеляра, да, тоже тут склоки судебные, с человеком, который, там, как его Гейман, он книгу написал, где свои сомнения выказал по поводу того, что Кончеляра использовал мотор, да, мотор допинг на определенном этапе своей карьеры, и вот Кончеляра сразу ответил, соответственно, судебным иском, вау, круто, вау, полегче, чувак, если это как бы в книге, как я понял, мнение было представлено автору, не то, что Кончеляра 100% использовал мотор, нет, это было мнение по типу, скорее всего, использовал мотор, это всего лишь мнение, тролли бывают разные, на моем канале, вы тоже знаете, кто-то заметил, что действительно какие-то последние какие-то тролли, которые вот, наверное, крутые тролли у топ-блогеров, у меня какие-то вообще, не знаю, днище полное, но на таких, конечно, стоит или меньше реагировать, или тоже троллить как-то, и на том сайте, на котором я читал новости, cyclingtips.com, у них значок изменился, я заметил, радужный такой стал, по факту, вот, недавно приняли закон в Австралии о том, что, наконец-то, можно людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией выходить, там, куда они выходят замуж, женятся, короче, заключать браки, и иметь, соответственно, абсолютно тот же самый статус, что и, соответственно, все остальные люди, да, и это, конечно, здорово, это шаг к определенному развитию, к рациональному мышлению, просто бег от каких-то пещерных взглядов, от какой-то дискриминации. И здорово, что cyclingtips, как вот такая велосипедная страница, конечно, этот австралийская, да, велосипедная страница поддержала такое вот решение правительства. Следующий массивный отпуск у меня будет в конце лишь этого года, и, соответственно, в начале следующего, поэтому все хвосты, которые до этого как-то не успевал, они будут как-то догнаны вот в это время разве что, в том числе, соответственно, все вопросы на ВКонтакте и прочие выходные, да, последние выходные у меня в основном заняты были, поэтому я не отвечал, да. Как уже сказал или сделал пост на ВКонтакте в своей группе «Бананспедист», там один из последних постов, можете посмотреть, куда мне лучше писать, если ты хочешь написать, да. Самый быстрый метод, соответственно, это Patreon с соответствующим перком, с соответствующей наградой, при которой тебе гарантирован ответ в самое ближайшее время. В основном это в тот же самый день. И, да, вот этих хвостов, конечно, не получается сейчас сделать, но это, в принципе, неплохо, потому что традиционно велосипедами сейчас меньше интересуются, потому что, опять-таки, нету невозможности, а финансов уж и тем более не было у масс, которые, в принципе, просматривают, да, контент типа шоссейной велосипеды, такой тип. И, да, посмотрим, посмотрим, что я в итоге успею. Это то, что я успел на сегодня. И огромное спасибо всем тем, кто подключается к просмотру моих роликов по звоночку, соответственно, рядом с подпиской, то есть тогда, когда эти видео выходят и вводят здесь какой-то, какой-никакой, но интерактив. Та-да.